Что пишут, что пишут, тоже может быть. Капошилка для Кеннера, подружка для Кеннера. Ну это просто ужас такой, что пишут в газетах. По мне так, что газеты, что современные некоторые форумы. Ну такой можно бред услышать. Друзья, если вы завели себе канарейку или Кеннера, я вам рекомендую приобрести книжечку, сходить в библиотеку. Возьмите какую-нибудь поддержанную книжечку. Вот у меня, допустим, 1987 год. Книжка замечательная. Автор Лукина. В свое время написала книгу. Очень хорошая книга. Так вот, друзья, сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам. Я хочу вам обмануть в плане содержания канарейок. Вот все мои многие видео направлены в основном на заводчиков, на разводчиков. А, к примеру, для обыкновенного человека, который купил Кеннера и хочет держать его как минимум правильно, видео мало. Если есть где-то какие-то видео, но они очень такие спорные, я бы сказал. Значит, друзья, если у вас есть Кеннер, или вы хотите приобрести этого Кеннера, но вы не знаете, как за ним ухаживать, как его держать, не переживайте. Все очень просто. Я сейчас попробую по порядку вам все рассказать. Значит, первое, что вы должны знать. Клетки. Вот смотрите, у меня вот, допустим, такая клетка. Клетки, главное, должны быть прямоугольные. Они могут быть железные, могут быть деревянные, могут быть комбинированные. Допустим, вот видите, основа из дерева, а здесь железо. Там нержавейка, ржавейка, ржавые даже могут быть. Ничего страшного. Главное, чтобы клетка была комфортной для птицы. Вот, например, вот такая клетка стоит на рынке 400-500 рублей. Длина этой клетки 38-40 сантиметров, примерно. А вот такая клетка, длина этой клетки 50-55 сантиметров, но эта клетка уже стоит на 200 рублей дороже, чем та маленькая. И если у вас не хватает денег, вы думаете, надо подешевле, купите вот эту вот большую клетку, это будет подешевле. То есть вы получаете, как та клетка за 400, только еще у вас добавляется за 200 рублей, но клетка будет комфортная. Вы покупаете эту клетку надолго, так что не экономьте. Дело в том, что кеннер нужно летать. Палочки поставите примерно 10 сантиметров от края. Две палочки вверху. Ну, можно еще одну палочку внизу поставить, но в принципе, эта палочка не обязательно. Достаточно две палочки. Я рекомендую лично от себя поставить палочки с корой. То есть вы где-нибудь в огороде, в саду, в парке, подальше от дороги, отрежьте нужной вам ширины две веточки. Помойте просто холодной водой, не надо там никого кипятком спарить, там чистить, хлоргой, ничего такого. Просто водой помойте и будет все хорошо. Вот, палочки поставили. Где-то примерно раз в месяц эти палочки надо менять, потому что кора усыхает, палочки становятся сухие. А в природе птичка всегда приглядит на свежих ветках. Обратите внимание, птица на сухом дереве особо никогда и не сидит. Только на свежем деревьях, только по свежей коре. Это очень полезно будет вашему кеннеру. Значит так, по поводу условий содержания понятно. Клеточка. Если у кого-то маленькая клеточка, и человек думает, ну я буду выпускать, кеннер будет летать, это же полезно. Друзья, это полезно. Но, смотрите, когда птица ваша летает по комнате, первое, она может удариться, кеннер может удариться об стекло, пораниться и разбиться. Это раз. Кеннер может упасть в аквариум. Это очень часто. Также может упасть птица в открытый унитаз. Были такие случаи, к сожалению. Так, затем кошка с кожей рядом нападает, поедает. Кошка может съесть. И птица может просто куда-нибудь за шкаф залететь, и там тоже погибнуть. Это опасно. Пускай лучше у вас будет прямоугольная такая комфортная клетка, и будет там хорошо. По поводу кормушек. Значит, кормушки есть. Вот как здесь, допустим, выдвигается. Есть кормушки навесные, которые как балкончики навесные, вешаются на клеточку. Это уже будет зависеть от конструкции вашей клетки. Есть элементарно, вот, ну, открыли клеточку, туда кормушку поставили. Все. Кормушки любые, поилочка, можно, допустим, какому-нибудь баночку на кусочках, можно специализированную купить и поездить в жоомагазине есть поилки. Это уже, как бы, мелочи абсолютные. Вот главное клетку. Выберите хорошую прямоугольную клетку. Не надо там минимум, максимум. Если вы хотите минимум, ну, продайте свой дорогой телефон и купите нормальную клетку. Вам кеннер больше здоровья принесет, больше жизни проживете, чем вы будете с телефоном, но без кеннера. Друзья, вот это нам надо подчеркнуть. Так, по поводу клетки разобрались. По поводу корма. Берем в магазине, в зоомагазине корм для канареек. Открываем домой, приходим, открываем и сразу мюхаем. Какой там запах? Если там запах хороший, то есть там нету цвелости, там нету прогоршего такого запаха, значит, корм, в принципе, пригодный. Не надо гоняться там за какими-то брендами, там, какими-то дорогими кормами. Нет, друзья. Если вы сомневаетесь в качестве корма, возьмите, замочите зерно, посадите в горшок цветочек, выдерните там, посадите и посмотрите, что взойдет. Если все сходит хорошо, значит, зерно очень хорошее. Не переживайте. Кормитель, вот так можете для себя выбрать корм. Так это по корму, понятно. По клетке понятно, кормежка понятна. Значит, условия содержания. Обязательно приобретите такую ванночку, чтобы канарейки ваши купались. Потому что купание у канарейки, это как... Купание, это залог здоровья. Птица купается, а птица здоровая. Большая птица, она не купается. Но купалку обязательно. Хотя бы раз в день, хотел сказать, это надо. Но хотя бы раз в три дня купайте канарейку. Ставьте в морилку, купалку, меняйте в воду. Значит так, смотрите еще. По поводу, задают вопросы зрители, задают вопросы, надо ли канарейкам капошилку. Друзья, никаких капошилок. Никаких капошилок, никаких игрушек, канарейки, тенору, тенору. Значит, канарейка это самка, тенор это самец. Тоже не путайте. А то канарейка мальчик, такого не бывает. Значит, тенору, тенору, самцу. Не нужны никакие ни игрушки, ни капошилки, ничего. Просто две жердочки. Вот такая вот прищепка. На нее вы будете прищеплять кусочек яблочка, кусочек абрикосы, слива, там чернослив такой вкусный, хурма, персик, апельсинка, зелень морковки, ботва морковки, кусочек тоненький морковочки можно отрезать, тыквы, свеклы, брокколи. Ну, очень много разных продуктов канарейка кушает. В принципе, все фрукты, все овощи можно канарейкам добавить. Они все это кушают. Болгарский перец, красный сладкий перец. Горький перец не надо. Вы прищепились сюда на прищепку, повесили, и канарейка ваше кушает. Если кто-то думает, надо салатики делать, там, жарки, там, пошинковать, потушить, ну, я не знаю. Насчет салатиков не знаю. Вот в естественном виде повесили, канарейка клюет, отдирает, тренирует клюв, тренирует свои челюсти, это как бы, ну, полезно. А салатик, ну, что это, вот, уже вот покушала, вот, ням-ням-ням-ням, и все. Я считаю, что лучший кусочек, чтобы она могла отдирать, ковырять, там, вверх головой изучать это дело. В общем, вот так вот. Еще можно купить минеральный камень, ту же панцирь каракатицы, купить и повесить, канарейка будет чистить, это, точить клюв свой, ну, и получать необходимые микроэлементы, макроэлементы, минералы. В принципе, все вот это. И еще вопрос, друзья, задавали мне, люди держат кенора, они подумали, что ему скучно, и спрашивают, нужно ли кенору подружка или кенору другу. Друзья, я вас уверяю, кенор, значит так, канарейки, это птицы одиночные, они в стаях не летают, они одиночные. Только на сезон размножения кенора подбирает себе подходящую самку, откладывают яйца, и кенор опять улетает, иногда помогает кормить кенцов, иногда не помогает, канарейка сама прекрасно выкармливает. То есть кенору не нужна ни подружка, ни дружок, ни сестра, ни невеста, ни любовница, никто. Он один живет, прекрасно себя чувствует, поет и радует вас. То есть не заворачивайтесь, кенору скучно, это люди придумали, там скучно, грустно, депрессия, психолог, мама моя дорогая. То есть кенорейкам это не надо, друзья. У кенорейок все просто, берем клетку, берем корм, берем кенора, две палочки, ванночка, все. И одна чайная ложка зерносмеси в день, будет давать больше, кенор зажиреет. В зерносмеси одна чайная ложка, плюс к этому морковки кусочек, яблочко кусочек, там сегодня одно, допустим, сегодня яблоко, завтра слива, завтра абрикосов, морковка, тыква. Через день, чтобы не так, не давайте там сегодня ему яблоко и тыкву, конечно он тыквы не будет, будет яблоко, оно ему как бы интересно. Все, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нюхайте пиалки, до скорой встречи, продолжение следует.